Блаамберг, США, Россия избавляется от долларов США и накатливает золото. Андрей Бирюков, Руперт Роулинг, Юлия Феодоринова. Блаамберг, США, 29 марта 2019 года. Стремление Владимира Путина разорвать зависимость России от американского доллара вызвало настоящую золотую лихорадку. В течение 10 лет Москва в 4 раза увеличила свои резервы в золотых слитках, а 2018 год оказался наиболее амбициозным в этом смысле. При этом высокие темпы закупки пока сохраняются и в этом году. Данные Центрального банка показывают, что запасы золота увеличились на 1 миллион лунцев в феврале, и это самый высокий показатель с ноября прошлого года. Приведенные данные свидетельствуют, что Россия быстро добивается результата в попытке диверсифицировать структуру своего золотовалютного запаса, сокращая в нем долю американских активов. Эксперты, придумавшие термин дедоларизация, рассуждают о возможном глобальном экономическом воздействии в том случае, если еще больше стран будут руководствоваться такой же философией. Они также размышляют над тем, что может означать для востребованности доллара наличие других вариантов вложений, включая золотой и китайский юань. Французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN в ноябре отметил, что европейские корпорации и предприятия слишком зависимы от американской валюты. Кроме того, он назвал сложившуюся ситуацию вопросом, связанным с суверенитетом. В прошлом году Польша и Венгрия, являющиеся членами Европейского Союза, удивили аналитиков тем, что осуществили значительные закупки золота впервые за более чем десятилетний период. Если будет достигнут предел внутренних закупок, то, на мой взгляд, Центральный банк начнет импортировать золото, сказал Олег Кузьмин. Главный экономист расположенный в Москве компанией «Ренессанс Капитал» и бывший советник Департамента кредитно-денежной политики Центрального банка. С учетом существующих геополитических рисков, нельзя исключить вероятность того, что Центральный банк продолжит увеличивать долю золота в своих золотовалютных резервах, добавил он. Представитель российского Центрального банка отказался прокомментировать закупку золота. Одна из причин, которая может поддерживать значительную долю долларов в золотовалютных резервах России, состоит в том, что страна сильно зависит от экспорта сырьевых товаров, в том числе нефти, а такого рода сделки осуществляются в американских долларах. Три четверти ежегодной торговли России, объем которой составляет 600 миллиардов долларов, осуществляется в американской валюте. Закупки золота Центральным банком России поддержали уровень цен на этот благородный металл в последние годы. Цена на золотые слитки увеличилась на 20% с начала 2016 года. В настоящий момент цена на золото понизилась на 0,2% и составляет 1288,39 доллара за унцию. Если бы не Российский Центральный банк, то прошлый год мог бы оказаться худшим за десятилетия по показателям закупки золота. Однако действия России помогли удержать цены на определенном уровне, подчеркнул Адриан Аш. Адриан Аш – глава исследовательского отдела в области золотоброкерской компании «Буллен Вауль Тель Таде». Но сегодня российские закупки золота уже хорошо известны, и поэтому потребуется значительное увеличение объемов закупки для того, чтобы это могло оказать существенное влияние на уровень цены на золото. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова